Наступили холода, солнце появляется всё реже, иммунитет падает и люди начинают заболевать острыми респираторными заболеваниями. Грипп, ОРВИ, коронавирус – всё это многоцветие буквально гуляет по организму жителей средней полосы. А в этом году жители Ульяновска заметили одну неприятную особенность. Симптомы в виде слабости, насморка и кашля сохраняются от нескольких недель до нескольких месяцев. При том, что тесты на грипп и ковид отрицательные. Многие стали грешить на новый вид коварной и приставучей инфекции. Существует ли на самом деле зараза незнакомка, рассказала инфекционист Валерия Речник. На фоне того, что пациент переносит любую респираторную вирусную инфекцию, у него могут проявляться скрытые соматические заболевания, например, такие как бронхиальная астма, хроническая абстрактивная болезнь лёгких. Либо пациент не знает о том, что он страдает этими заболеваниями, и у него бывает их дебют, скажем так, спровоцирован вирусной инфекцией. Либо он знает, что болеет ими, и, к сожалению, обострение этих заболеваний после перенесённой респираторной вирусной инфекции также даёт очень длительный кашель у больного. К счастью, мы можем сказать, что каких-то новых вирусов, которые были бы ответственны за вот эту ситуацию, на сегодняшний день нет. За минувшие сутки в Ульяновске зарегистрировали два случая заболевания вирусом гриппа типа B и столько же случаев заражения гриппом типа A. Напомним, вирус A может поражать людей и животных. Самыми известными из них являются птичий грипп и свиной. Грипп A имеет тяжёлую и среднюю форму тяжести и, как правило, разрастается до пандемии. А вирус B может передаваться только от человека к человеку. Этот вид способен мутировать, но он не распространяется до уровня эпидемии и чаще всего имеет локальный характер. И коронавирус вновь даёт о себе знать после временного затишья. Несмотря на то, что летом мы отмечали благоприятную эпидемиологическую ситуацию по данной инфекции, на сегодняшний день мы имеем определённый рост, как количество амбулаторных пациентов, так, к сожалению, и стационарных. Врачи рекомендуют по возможности соблюдать масочный режим, принимать витамины. Если же у вас появились симптомы заболевания, то лучше обратиться к медикам, а не заниматься самолечением.